Это обычный рейс из Доминиканской Республики. Загорелые лица пассажиров, возвращающихся из отпуска. А за шторой в хвосте салона Андрей Башлаев, пациент, которого спустя месяц мучительных ожиданий, наконец, решено доставить на родину. Чтобы организовать его перелет, пришлось выкупить 11 мест. Рядом супруга, которая носит под сердцем ребенка. Долгожданную беременность омрачила беда, приключившаяся с Андреем за границей. Еще в конце мая мужчина попал в аварию, получил тяжелейшую травму головы, родные никак не могли решить вопрос с транспортировкой. И вот сегодня Андрея примут в Красногорской больнице. Приземлились. Утрапа ждет машина медицины катастроф. Хотела бы поблагодарить Всероссийский центр медицины катастроф. Ребята прилетели к нам в Доминикану, помогали готовить Андрея к перелету. Вообще, конечно, очень страшно оказаться одной в чужой стране, в такой ситуации. Еще и в положении, не зная языка, не имея достаточного количества денег, которые у меня сразу потребовали. На личной странице Дарьи в интернете подробный отчет о том, какие успехи в состоянии супруга произошли за месяц в доминиканской клинике. Он открыл глаза, шевелил пальцами и даже словно пытался сфокусировать взгляд. Даша, не переставая с ним, разговаривала. Находясь в его палате, всегда старалась держаться бодро и позитивно. В какой-то момент даже заметила улыбку на лице мужа. Еще он какой-то неактивный. Привет! Узнал нас? Что-то улыбался. А сегодня чего не улыбаешься? Пробудить сознание пытались разными способами. Долькой лимона или, например, кубиком льда. Все, на лед уже не реагирует. Андрей. Все? Любимой музыкой Андрея или видеороликами, в которые он столько души вложил, в Доминикане мужчина работал оператором, снимал такие вот небольшие фильмы на заказ. Они приехали сюда с супругой, чтобы ее беременность прошла в максимально комфортном климате. Жене он страховку оформил, а себе не успел. Ехал на съемки на мопеде. Его сбил автомобиль. Виновника уже задержали. Уголовное дело возбудили. Но никаких компенсаций семья пострадавшего пока так и не добилась. Вряд ли грозит какое-то уголовное наказание, потому что у них другие законы. Счета, оплаченные нами за месяц, очень большие. И я надеюсь, хотя бы какая-то сумма вернется. Травмы очень серьезные. И доминиканские врачи не давали никаких прогнозов. Возможно, не хотели обнадеживать. Там, говорит супруга Андрея, так и не сделали качественную магнитно-резонансную томографию. Обещали первым делом провести это исследование в подмосковной клинике. Тогда прояснится очень многое. А Даши, тем временем, предстоит наконец заняться и своим здоровьем. С того момента, как ее муж оказался в реанимации, она сама дважды попадала в больницу. Была угроза прерывания беременности. Сейчас до рождения малыша осталось около трех месяцев.